Всем привет дорогие друзья, вы на канале LinnHustle и вчера в хомяке стало возможно привязать свой кошелек к биржу для вывода и давайте порассуждаем на эту тему, посмотрим что к чему и что лучше выбрать для вывода средств В целом, этот видеоролик в текстовом формате я уже опубликовал в своем телеграм-канале, вот обязательно на него подписывайтесь Вот QR-код для тех, кто может его отсканировать и вот ссылка LH, нижнее подчеркивание, Crypto1 Потому что пока что ссылки в описании я, к сожалению, не могу ставить, ну там будет оно тоже в текстовом виде, но не с ссылкой Поэтому вам придется самим найти в поиске телеграма И также у нас есть канал по комбо, здесь выкладывается комбо на абсолютно всех перспективных ботов или ботов, называйте как хотите Тоже переходите, подписывайтесь Итак, давайте рассмотрим у нас, что вообще за обновление Кстати, сегодня утром хомя где-то 2 часа не работал, вернее не все могли зайти в игру И для людей почему-то это стало почвой для конспирологических теорий Как ненормальные люди везде в комментариях писали, что на этом хомяк заскамился Но у меня такой вопрос, а зачем ему это делать в данный момент? Именно за 10 дней, за 12 дней до листинга зачем это кто-то скамится? Короче, люди, настолько много людей вообще в принципе в хомяке Что очевидно, среди них будет множество суетных дебилов, которые не могут подождать даже 2 часа Да, вы вдумайтесь, хомяк за все это время, ну раз, наверное, 20 я точно могу вспомнить Когда он таким образом, в него нельзя было зайти в течение часа-двух Тем более админы в чатах оперативно сообщили, что все нормально, они работают над проблемой И скоро все исправят, и собственно исправили в течение 2 часов Но люди в комментариях просто абсолютно словили какую-то шизу и начали просто орать Итак, давайте рассмотрим варианты Значит, нам нужно зайти во вкладку Airdrop И этот ролик будет полезен всем, как взрослым, так и детям Поэтому давайте рассмотрим Итак, вот у нас есть Binance Binance топ-1 биржи мира И что значит KYC? Это верификация простыми словами Значит, насколько я помню, расшифровывается как это Know your client Ну, типа да, по сути это и есть верификация То есть, если вам нет 18 лет И если у вас нет паспорта 18-летнего человека Либо в вашей стране это запрещено по закону Потому что я знаю, что есть страны, где запрещена криптовалюта Ее обороты, тем более регистрация на биржах Для вас варианты все с биржами и с телеграм-аккаунтом С телеграм-кошельком внутренним Они для вас не подходят Сразу же не рассматривайте эти варианты Далее, еще момент по Binance Если вы из России, для вас Binance бесполезен Вы не сможете там зарегистрировать новый аккаунт А даже если у вас он там был Ну, я думаю, кто использовал Тот понимает, что они ограничили работу И поэтому все, Binance сейчас для России бесполезен Если вы все-таки хотите использовать биржу То используйте OKX или Bybit Почему? Смотрите, друзья Сейчас все инфлюенсеры, блогеры Ну, даже по типу меня Я, кстати, таким заниматься не буду Они вам будут рекламировать биржи Различные Ну, это будет Bybit Это OKX будет Еще несколько BitGet Ну, все вот эти биржи популярные Они, разумеется, будут предлагать Различные акции Новым пользователям Будут сулить просто огромные какие-то суммы Но в чем суть? Друзья, если вы Не будете вносить биржу На биржу деньги свои собственные Например, почти все акции Это от 100 долларов начинаются То есть, если вы не собираетесь Вносить единоразово на биржу От 100 долларов своих денег Прямо с карты И торговать на ней Для вас все эти акции бесполезны И вы просто, можно сказать Подарите копеечку инфлюенсеру По ссылке, которого перейдете И ничего более вы не получите То есть, если вы хотите лутать Вот такие акции То вам нужны средства Где-то это 100 долларов Где-то 500 Это не для халяверов Это не для тех, кто не хочет вкладывать Поэтому, если вы хотите просто Вывести свои средства И потом их продать Разумеется, нужно использовать Вариант onchain airdrop И еще скажу вот насчет этого Какой-то EB exchange Честно, я не криптан Я про такую ни разу не слышал Здесь пишется No KSI No Gas То есть, без комиссии Без верификации Не знаю, друзья Не рекомендую вам выбирать этот вариант Честно, не слышал ни разу Про остальные биржи слышал И думаю, все слышали Что это такое Видимо, занесли больше всех денег И значит, прежде чем перейду К рассказу про onchain airdrop Все-таки скажу про Телеграм-кошелек Вот смотрите Я выкатил огромный пост Вчера Про телеграм-кошелек И почему его не нужно использовать Обязательно перейдите в канал Вот на 13 сентября В 22.02 Прочитайте мою историю Пользования этим кошельком И не только мою И поймите, что Выводить вам туда Ничего не надо Потому что Цыганам легче И надежнее будет доверить деньги Чем использовать Вот этот кошелек Обязательно перейдите Почитайте Здесь все расписал подробно И у нас остается вариант Onchain airdrop Это может быть Любой тон кошелек Там есть тон хипер Тон хаб Еще Их, наверное, штук 10 всего На которые вы сможете вывести Значит В чем фишка Некастодиальных кошельков Это что там нету Верификации И По сути Взломать их невозможно Их могут взломать Только если вы сами Куда-то скинете Свои данные А биржу могут взломать Я не говорю, что биржу Замоют завтра Или послезавтра Но в случае Я думаю, все слышали Про взлом криптовалютных бирж И не то, чтобы Ваши хамстеркоины Завтра украдут Я просто говорю про то Что если вы Хотите просто халдить Хоронить средства И не сразу их продавать То А даже если сразу продавать Хороните их На некастодиальном кошельке Пусть даже вам нужно будет Заплатить небольшую комиссию Для того, чтобы привязать Кошелек Или биржу Вам нужно было на них кликнуть И прошу заметить Что это можно сделать Только один раз И этот выбор нельзя изменить Не знаю, зачем они сделали Что нельзя изменить выбор Ну, вообще я их понимаю Да, потому что Шизики по 15 раз бы меняли на дню выбор И у них бы в том все сбивалось Поэтому да Все-таки правильно они сделали Ну, есть, конечно, кнопка Сбросить настройки вывода Ну, в общем, друзья Было написано Что один раз можно привязать И менять это нельзя 12 дней до дропа хомяка Я буду лично выводить на Тонкипер И вам советую Можете выводить на биржу Туда они хотя бы сразу придут И вроде как не должно быть Никакой комиссии Но просто вот я вам говорю Что Скорее всего Вам Ну, вы просто Условно, если будете продавать Стаканом на бирже Окей Если вы будете хранить То лучше Просто выведите на некостодальный кошелько Кошелек ждите лучших времен А потом продадите через P2P Обменник в том же криптоботе Насчет кошелька высказался Ну, я скажу в защиту его все-таки Хоть я и категорически не рекомендую Его использовать Но все же Они обещают за стейкинг То есть за хранение За, можно сказать Непродажу своих токенов Их удержание Вам дадут какой-то бонус Можете использовать Но опять же Это только для тех Кто может пройти верификацию А с этим У аудитории хомяка Могут возникнуть проблемы Друзья Всем спасибо за просмотр Обязательно подписывайтесь на этот канал Здесь будет инфа По всем аирдропам Вот Катизен сегодня Там через 2,5 часа уже Мы узнаем Сколько мы монеток заработали Об этом тоже будет ролик Всем спасибо Всем пока